Добрый день 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 лет присвоен статус межрегионального фестиваля. И уже сегодня участники, гармонисты из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Волгоградской областей, городов Омска, Барнаула и Новосибирска начали свое творческое состязание за звание лучшего гармониста Новосибирской области. Дамы и господа, сейчас на сцену приглашается первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Васильевич Горшков и председатель Совета депутатов Татарского района Вадим Валерьевич Носков. Добрый день, уважаемые гости и жители Татарского района. От лица главы района Юрия Маркельяновича Вязова, от себя лично позвольте приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Уже десятый раз мы проводим «Играй гармонь» на нашей татарской земле. Девять раз прошло все без сучка и задоринки. Десятый раз мы сделали все то же самое. Можете в этом не сомневаться. От всей души хочется пожелать всем доброго здоровья, хорошего настроения. И чтобы даже летний дождь на улице, который сегодня прошел, всего лишь принес долгожданную прохладу, но никак не холод в нашей душе. Поэтому с праздником во всех, здоровья, счастья и, конечно же, любви. Добрый день, уважаемые земляки. Добрый день, уважаемые гости Татарского района. Мы действительно рады приветствовать вас на нашей гостеприимной гостеприимной земле в рамках 10-го юбилейного фестиваля «Игра и гармонь». Культура Татарского района славится своими добрыми традициями и данный фестиваль, который ведет свою историю с 1994 года, тоже уже является доброй традицией, с богатой историей, с прекрасным настоящим и, я уверен, что с большим будущим. Данный фестиваль имеет массу поклонников не только в нашем районе, в Новосибирской области, но и в других регионах нашей необъятной страны. Я также поздравляю вас с открытием фестиваля, желаю всем прекрасного настроения, общения, знакомств, здоровья всем и благополучия. С праздником всех! Не спешите уходить, небольшая церемония награждения. Благодарность за развитие народного творчества на территории Татарского района и преданность конкурсу гармонистов в городе Татарский «Играй гармонь Сибирская» вручается Федору Ивановичу Васину, пожарному ПСЧ-56 Карасукского района. Федору Ивановичу Васину, пожарному ПСЧ-56 всем. Благодарность вручается Владимиру Петровичу Кехкеснеру, ветерану труда Каргатский район. Благодарность вручается Алексею Николаевичу Гончарову, диспетчеру завода имени Камертена, город Новосибирск. Благодарность объявляется Александру Павловичу Говенко, руководителю ансамбля Соловушки, Венгеровский район. Благодарность вручается Геннадию Владимиру Чуманнику, ветерану труда, станица Камылжинская, Волгоградская область. Наши поздравления всем, кто получил благодарность. Спасибо. Спасибо. Для поздравления и награждения на сцену приглашается заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Васильевич Зевняков. Добрый вечер, уважаемые жители и гости города Татарска, дорогие друзья. Разрешите мне от правительства Новосибирской области, от Министерства культуры и лично от министра Натальи Васильевны Ярославцевой поприветствовать всех участников, организаторов, конечно же, и гостей 10-го юбилейного межрегионального конкурса гармонистов «Играй, гармонь, сибирская». Да, действительно, уже практически три десятка лет, как существует этот конкурс. В 1994 году впервые он был проведен, и можно сказать, что Татарский район во многом преуспел. Вот давайте посмотрим, вот сегодня назвали некоторые регионы, то есть расширилась география фестиваля. Сегодня присутствует на этом фестивале пять регионов и 20 районов Новосибирской области. Посмотрите, какое количество... Давайте поаплодируем и поприветствуем наших гостей из других регионов. Да, действительно, фестиваль, он имеет очень огромную историю, и вот с каждым годом фестиваль, а фестиваль проводится этот, вы знаете, раз в три года, мы находим новые имена, новые гармонисты у нас объявляются. И особенно приятно и отрадно то, что среди них очень много молодых людей. Но мы никогда не забываем и о ветеранах, и мы всегда вспоминаем легендарных наших братьев Заволокинах, которые продвигали... Да, давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Которые продвигали общероссийское движение гармонистов по всей России, и можно сказать, что он был заложен в свое время, в 94-м году здесь, потому что Геннадий Дмитриевич, он участвовал в открытии этого конкурса «Играй гармонь». Сегодня в этом зале собрались лучшие, наверное, лучшие из лучших гармонисты, ну, я уже сказал, не только Новосибирской области, а также других регионов. И вы вот эти три дня будете соревноваться в виртуозной игре на гармонии. Вы будете делиться друг другом с опытом, заведете новые знакомства, найдете своих единомышленников. И хочется пожелать вам вот в эти дни, ну, очень хорошо поработать, отдохнуть, и все-таки пусть в этом конкурсе победит сильнейший. АПЛОДИСМЕНТЫ Я также хотел бы поблагодарить всех участников, которые прибыли. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить администрацию Татарского района за то, что вы делаете. Вы сохраняете, вы возрождаете, вы развиваете народное творчество вот такими мероприятиями. За это вам огромное спасибо. От Министерства культуры, я уже сказал, от правительства Новосибирской области. И Министерство культуры будет в дальнейшем поддерживать такие фестивали, конкурсы, направленные на развитие народного творчества. А сейчас разрешите мне выполнить очень приятную и почетную миссию, также вручить награды нашим почетным людям. Благодарность Министра культуры Новосибирской области за развитие народного творчества на территории Новосибирской области вручается Шишкину Ивану Борисовичу, председателю Совета ветеранов Татарского района. Иван Борисович, ну я думаю, можно два слова сказать здесь. На закрытии. Хорошо. Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области за развитие народного творчества на территории Новосибирской области награждается Зырянов Андрей Андреевич, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Татарского района. Тоже на закрытии скажете, Андрей Андреевич? Нет? Всех с праздником! Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Спасибо. Дорогие участники 10-го конкурса «Игра и гармонь сибирская», мы желаем вам успеха в честной и бескомпромиссной борьбе, и пусть каждому из вас улыбнется удача. Для вас подарок от образцового коллектива Театра танца «Калейдоскоп ритмов». Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Слово для приветствия участников предоставляется председателю жюри Антону Александровичу Заволокину. Здравствуйте, замечательные жители Татарска и Татарского района. Что такое город Татарск для всех народников Новосибирской области? Это, конечно же, форпост народной культуры на западных рубежах нашей необъятной Новосибирской области. Здесь живут удивительные, талантливые люди. Конечно же, мы с огромным удовольствием сюда-сюда приезжаем на этот легендарный фестиваль-конкурс межрегиональный, который называется «Игра и гармонь Сибирска». Давайте поприветствуем этот замечательный фестиваль. Спасибо всем организаторам, всем зрителям, всем участникам. Конечно же, хочется пожелать побед, новых творческих находок, побольше любви, взаимодействия и, конечно же, творчества. В добрый путь! Дорогие друзья, в этом году конкурс «Играй гармонь» вновь собрал под свое крыло лучших гармонистов. Это наши настоящие друзья, которые не первый раз приезжают к нам и дарят свое народное творчество. Именно постоянством и преданностью отличается конкурс «Играй гармонь» в Татарском районе. С огромным удовольствием на сцену приглашается наша многоуважаемая жюри. Николай Андреевич Примеров, лауреат международных конкурсов и фестивалей, академик Петровской академии наук и искусств, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, директор музея сибирского баяна и гармонии имени Ивана Ивановича Маланина, город Новосибирск. Александр Иванович Юрьев, заслуженный артист России, солист Алтайской государственной филармонии, член «Золотой десятки гармонистов России» Геннадия Заволокина, город Барнаул. Людмила Викторовна Данилова, руководитель новосибирского фольклорного коллектива «Данилова деревня», режиссер, фольклорист, город Новосибирск. Евгений Викторович Горшков, преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, лауреат всероссийских конкурсов, город Новосибирск. Владимир Константинович Холганов, почетный работник культуры Новосибирской области. Иван Борисович Шишкин, лауреат премии и губернатора Новосибирской области, один из инициаторов проведения в Татарске первого фестиваля «Играй гармонь». Ваши аплодисменты, друзья, нашему многоуважаемому жюри. И сейчас слово предоставляется Николаю Андреевичу Примерову. С большой радостью приезжаю сюда каждый раз и хочу, конечно, вспомнить имена тех, с кого началось. Инициатива принадлежит Ивану Георгиевичу Замосковцеву. Это был гармонист невероятный, такой замечательный, казак с шашкой наголо. Пришел к Ивану Борисовичу Шишкину. Тот отправил его в Новосибирск с воежем, чтобы эту идею донести до меня, до Заволокиных. Замечательных носков Владерия Павлович поддержал эту идею. Так что вот с этих людей и начался этот фестиваль-конкурс. А сейчас замечательные продолжатели. Поблагодарим их всех. И очень знаменательно, что Антон Заволокин был победителем первого фестиваля конкурса гармонистов, а теперь он председатель жюри здесь. Так что очень приятно, что поддерживают этот конкурс администрация района, Министерство культуры, правительство Новосибирской области. И мне кажется, что в следующий раз фестиваль-конкурс станет уже международным. Удачи! Дорогие друзья, уважаемые жюри, председатель жюри, в знак признательности примите сувениры с символикой нашего фестиваля с надеждой на долгую память и неоднократную встречу. Занимайте места в зрительном зале. Большое спасибо. А сейчас музыкальный подарок от жюри нашего фестиваля. Вместо тысячи слов все расскажет гармонь. На сцене заслуженный артист России, член Золотой Десятки гармонистов России, Александр Юрьев, город Барнаул. Добрый вечер, дорогие друзья! Я хочу вам подарить этот номер, который уже был давно впервые, он прозвучал на сцене, будучи с Геннадьим Дмитриевичем и Александром Дмитриевичем живым, здоровым. Это был 92-й год, куда они пригласили меня в золотую ансамбль «Чистушка», и мы поехали по России, матушке. Где только мы не были, по каким залам только не ездили, полные были залы. И вот этот номер, который сейчас прозвучит, он посвященный Великой Отечественной войне. И вот гармонь, потом я изучал, да и до этого уже я изучал гармонь в Великой Отечественной войне, когда открыл этот пласт, думаю, ох ты, сколько же она сотворила, сколько же она сделала для Великой Отечественной войны. И как-то скромненько она прошла, и как будто ничего и не было. На самом деле это действительно памятник ставить надо этому инструменту. Потому что в первые дни было отправлено на фронт тысячи гармоний для поднятия духа наших солдат. Композиторы-поэты стали сочинять свои произведения. Ярким, конечно, явился Твардовский, это его Василий Тёркин, вот там глава «Гармонь». Её исполняют тоже, ну и действительно яркий пример, а их были тысячи этих случаев, потому что ни радио, ни телевидение не было. Единственная радость была, был этот инструмент, который выручал в трудную минуту. И так вот с этим номером мне удалось, посчастливилось просто проехать всю Россию-Матушку. Да и сейчас он действительно яркий. Обычно его исполняют два исполнителя, один читает, другой играет, подыгрывает. Конечно, это гармонь. Но ещё хочу добавить то, что «Гармонь» сыграла в Великой Отечественной войне. Это Николай Андреевич Примеров вот здесь только что выступал. Ярко создал такую иллюстрированную книгу, действительно, собрал такой материал. По-настоящему ему надо государственную премию вручать за это, за то, что он вот именно создал, собрал такой материал. А такой скромный человек вроде. Вот так. Так вот сделаем. Только взял боец трёхрядку, Да сразу же видно гармонист. Для начала, для порядку, Бросил пальцы сверху вниз. КОНЕЦ Деревенский позабытый, Вдруг завёл, глаза закрыты. И от той гармошки старой, Что осталась сиротой, Как-то вдруг теплее стало На дороге фронтовой. КОНЕЦ 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 И опять дало перчатку, обернулся молодцом, И как будто ту трехрядку повернул другим концом. Плюсуны на пару, пара с места выскочили вдруг, Задышал морозным паром, разогрелся тесный клей. Веселее танцуйте, дамы, на носки не наступайте, бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормили, чей поили, что пришелся ко двору? Крикнул так, что расступились. Эх, дайте же мне, а то помру. И пошло-пошло работать, наступая и грозя. Да как вы думаете, что-то, что ей высказать нельзя. У меня девчонок много не одна мотанечка, да Танька-Манька, Грунька-Анька, и еще и стаечка. А вообще у меня и тридцать, побегу от них топиться. Я на берег прибегу, бау, все сидят на берегу. Что же я наделал, а что ж набедокурил? Пошел гулять с чужой женой, а муж подкараулил. Ох, бил он меня, колотил он меня, привязал, как Борова. Ох, и дал мне здорово. Ну какой же я красивый, сам вот удивляюсь. Да вот и думаю, то. Ха, кому же я достанусь? У-у-у-у. А гармонь зовет куда-то, далеко легко ведет. А какой же вы, ребята, удивительный народ. Ну что, ребятам этим, с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, будиль гармонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Юрьев, Борова Параловна. Спасибо. Спасибо, дорогие мои старые. Конечно, завтра День России. Вот этот номер посвящается этому. Буквально полторы минуты. За границей побывав, я домой вернулся здрав. Отдохнуть приятно мне на родимой стороне. Но не прочь и вспомнить я заграничные края. Прага, чешская столица. Варит пиох мастерица. Альцбада не пипеду много разного народу. Та цебребная вода да разорять себе да. И на ней сказать не ложно. Вплоть до тла пропиться можно. Вот в Берлине все опрятно. Здесь все чисто, аккуратно. Занесло меня, однако, в Монте-Карло и Монако. Здесь рулетку посетил, чуть гармошку не спустил. Чтоб совсем не обыграться, я решил в Бордо убраться. Спросил стакан вина, да и воскликнул. Вот тебе надо не Бордо здесь, а Бурда. Роскислая вода. А в Париж приехал я, жаром обдал на меня. Вот-то город, а я-я-я. Только деньги припасали. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, я объездил целый свет. А России лучше нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Праздникам и с фестивалем. И вас также с наступающим праздником. И с трехдневным нашим фестивалем. Александр Юрьев, город Барнаул. АПЛОДИСМЕНТЫ 27 лет назад впервые в Татарском районе звонким аккордом заявил о себе конкурс «Играй гармонию». У истоков его создания стояли настоящие знатоки своего дела. И пусть их сегодня нет с нами, но мы помним их имена. Это Иван Георгиевич Замосковцев, Виталий Иванович Гридин, Анатолий Семенович Добренко, Геннадий и Александр Заволокиной. Отличные стихи о гармонии написала наша поэтесса Ирина Бирюкова, участница литературно-поэтического клуба «Седьмое небо» города Татарска. «Ах ты, русская гармошка! Только трону за бока, Как из каждого окошка льется музыка лиха, И глаза огнем играют, а душа ликует вновь, Звуки жизнью наполняют и танцует в жилах кровь». И это действительно так, ведь не зря девиз нашего конкурса «Жива гармонь, жива Россия». Дорогие друзья, насчет девиза хочется сказать пару слов. Раньше там стояла тире, и нужно было читать как «Жива гармонь, жива Россия». Но в юбилейный, десятый наш конкурс, мы решили исправить знаки препинания, оставить восклицательные знаки. Теперь нужно читать его как «Жива гармонь, жива Россия». На сцене ансамбль народных инструментов «Родные напевы», детская школа искусств «Радуга», руководитель ансамбля Галина Юрьевна Волкова. И вокальный ансамбль «Мелодия», районный дом культуры «Родина», руководитель Виктория Сергеевна Сачкова. «Золотая гармошечка». «Золотая гармошечка». ПЕСНЯ 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 Запоет у окошечка золотая гармошечка И потянутся жители на нее огонек Все печали размыкает эта музыка ярая И черемуха белая расцветет у оград Разомлеют, разнежатся молодые и старые И друг к другу нечаянно все обиды растят Все печали размыкают молодые и старые Эта музыка ярая расцветет у оград Все влюбленные встретятся на тропиночках У зимки вспыхнут звезды далекие Словно искры во мгле Никогда эта дивная, эта чудная музыка Никогда не закончится на родимой земле Все влюбленные встретятся Встыкнут звезды далекие Эта чудная музыка Словно искры во мгле А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА